Ну, у нас есть culture sheet. Мы, на самом деле, это компания, которая при найме оценивает, насколько человек подходит под нашу культуру. Вопросы, которые я задавал на собеседованиях 10 лет назад, я задаю до сих пор. Ты начинаешь спрашивать фундаментальные вещи, сети, операционные системы. Все, теряется. Теряется вот эта глубина проработки. Сейчас будет вопрос, который мы, если что, можем вырезать. Сколько вы готовы платить за реферальную программу? Режь. Давай тоже пятюню. Давай тогда тоже пятюню. Давайте, давайте, другим. Время пятюня, отлично. Итак, добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы записываем пятый эпизод нашего подкаста, который называется АББ. И сегодня у нас очень провокационная тема. Когда мы искали гостей на эту тему, у нас отвалилось огромное количество коллег, почему-то. А тема звучит следующим образом. Как правильно искать технических специалистов в текущее время? Что происходит с рынком ИБ и АйТи? Как выращивать людей? Где их находить? Какие зарплаты? Какие вилки? А не перегрет ли рынок? Прежде всего, традиционная напоминалочка. Значит, наш подкаст выходит еще и на аудиоплатформах, на всех аудиоподкаст-платформах вместе с нашими друзьями из «Мини пароль». Там уже вышел третий выпуск, поэтому лайк, шер, репост, нажимайте все интернет-кнопки, слушайте, наслаждайтесь. Вторая важная вещь – конкурс. Мы все-таки прокачиваем наш конкурс. В прошлый раз у нас победил человек с ником читатель, который или которая получает вот такой замечательный баф, очень крутой ежедневник вместе с шопером. И вопрос звучал следующим образом, даже предложение. А почему бы нам нашу суровую мужскую кампанию, которая у нас была на протяжении предыдущих четырех выпусков, не разбавить прекрасным полом? И поэтому мы прислушались и, в общем, да, будем исправляться. Поэтому, друзья, пожалуйста, задавайте вопросы, предлагайте предложения. Мы будем ко всему прислушиваться и самых активных награждать различными призами и подарками. Пожалуйста, уважаемый человек с ником читатель, напишите, свяжитесь с нами по контактам, которые будут в описании к этому видео. Так, а теперь переходим ко основному. Ну, значит, сегодня с нами за столом будут мои дорогие друзья, коллеги, с которыми мы знакомы уже, наверное, больше десяти лет, практически десять лет и работали вместе тоже когда-то, да? Значит, Анна Панова, руководитель подбора направления продукта и разработки Авито. Очень приятно. Денис Макрушин, давай пятюню, оп! С Денисом мы знакомы давно, делали вместе различные ресерчи, выступали на всяких там Девконах и прочих конференциях. Денис сейчас является техническим директором МТС РЭД. Всем привет! И Кирилл Мякишев, с Кириллом мы тоже знакомы, давай тоже пятюню. Давай тогда тоже пятюню, чтобы все... Давайте, давайте, давайте другую. Время пятюня, отлично. Кирилл Мякишев работает сейчас директором по информационной безопасности Озон. Все так, всем привет. Крутяк! Так, маленькая статистика. Давайте я сейчас набросаю немножко лопатой на вентилятор. Значит, ходят слухи, что произошло сокращение кандидатов на различные технические позиции, как разработка, так и безопасность, где-то в районе там 40-47-50%. Постоянно растет объем найма у конкурентов. То есть мы сейчас пытаемся друг у друга перетянуть, значит, ценные редкие кадры. Проблема с джунами, проблема с медлами, проблема с сеньорами. Сейчас мы об этом всем поговорим. Если что, надо нам поставить большую красную кнопку, если будет слишком провокационный вопрос. Нет, 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 не записываем. Итак, вопрос первый и очень важный. Вот действительно ли в последние месяцы откликаются в основном джуны? Вот вы когда ищете какого-то более-менее скиллового кандидата, и поиски долгие, поиски длинные, сложные, и уже в какой-то момент приходит ощущение, господи, ладно, хрен с ним. Давайте мы обратим наш взор на джунов, и может быть будет проще быстренько обучить, вырастить до какого-то хода бедного медла, кто хочет закикофить. Давайте я начну. Давай. Смотри, ну во-первых, ответ на твой один из вопросов. Я пока ехал сюда в такси, я собесил такого мидл-плюса, сеньор-минуса, который сейчас в другой компании, хед оф, там, маленькая группа, а к нам собеседовался на позицию бизнес-партнера. Мы потом, наверное, проговорим когда-нибудь про то, что такое бизнес-партнер и ВВБ. Но, в общем, типа вот, такого, что нет сеньоров на рынке, нет. Это первое. Второе. А стоит ли нам обратить взор на джунов? Ну, однозначно да. И лично мой взор обращен на джунов еще там с давнишних времен, когда мы набирали там студентов, причем там не только выпускников, но и прям студентов третьего курса. И я сам пришел в информационную безопасность, закончив третий курс. На мой взгляд, это такая достаточно хорошая и понятная практика, когда ты можешь выращивать себе человека под себя. Да, это занимает время. Но джунов и медлов был достаточно давно. Понятно. Анна. 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 отличным источником крутых кадров. То есть вы внутри тоже… Это одна из историй. Да, да, у нас много коллег, кто много лет, больше 10 лет работал в МТС и почувствовал вот то, что есть открылась возможность поработать в кибербезе как в вендоре, пришел к нам. Это первый источник кадров. Второй источник – это, как все коллеги, мы смотрим на рынок и смотрим принципиально на ключевые сеньор-позиции для того, чтобы можно было установить ключевые направления, ключевые процессы и после запускать джунов, чтобы их обучать. То есть это такое поступательное движение. Вот сейчас мы как раз приходим к тому, что у нас ключевые позиции экспертные, они закрыты. Это, как сказали коллеги, такой поиск целенаправленный. Там редко, когда кто сам откликается, ты в основном сам охотишься за нужными кадрами. И потом уже приходит джун, который усиливает вот те процессы, которые установлены. Потому что если запустить сначала джуна со специалиста без опыта, то можно все разрушить. Да, полностью согласен. Извините меня, пожалуйста, пустить козла в огород, как говорится. Но я такого не говорю. Я понял, я понял. Да, тут я отвечаю за странные вопросы и фразочки. Но вот такая ситуация на рынке в целом, когда у нас есть битва прям за вакансии, за головы. Создает ли в целом какую-то текучку на рынке IT и ИБ? То есть нет ли такого ощущения, что мы искусственно как-то берем и организуем своими руками текучку? Слушай, ну по моим ощущениям текучки не добавилось. Не добавилось текучки потому, что открываются новые позиции. И мы хантим на новые позиции. Если бы количество позиций не сокращалось, то все эти перемещения, наверное, бы вылились там, ну типа что, в текучку, да, в так называемую. А сейчас, в то время как там у нас регуляторика появляется, что всем там нужно ИБшника иметь у себя карманного, там все хотят в целом защищаться, там начинают понимать, что это важно, что это круто, там что это, блин, нужно для бизнеса, да. Открываются новые вакансии. Все, кто условно был на каких-то там вакансиях, они продолжают примерно с той же скоростью циркулировать. И вот эти вот новые открытые вакансии, они как раз и формируют тот самый голод, про который там мы говорим. Вот и вообще по поводу голода и по поводу ротации у меня, наверное, еще там, ну с год назад я формулировал такую мысль, что кажется, что сейчас любой ИБшник, ну я бы общал тогда, я сейчас могу общить, айтишник и ИБшник, может выйти на рынок и за там 3 месяца найти себе x1,5 по деньгам. С любого текущего заработка. Но, к сожалению, рынок такой. И в этих условиях... К сожалению, для держателя бюджета, да? К сожалению, да, для держателя бюджета. Простите, что перебил. Да, и тогда я сформулировал, что, ну, видимо, мы обращаемся к тому, что основной мотивацией становится нематериальной мотивацией. Например, ну то есть смотри, сейчас практически любая компания предлагает ДМС, там, корпоративную сотовую связь. Вот какие киллер-фичи, какие вот нематериальные штуки в текущих условиях могут зацепить человека, вот стать вот тем вот маячком? Ну, для меня это две. Это интересная задача. Да. И отличный руководитель. Вот это те две киллер-фичи, которые я стараюсь использовать и использую для того, чтобы привлекать свою команду людей. Вот, Денис, сейчас я к тебе переброшу мостик. Я знаю, что... Я видел, кого вы, значит, забрали, кого вы успели выхватить с рынка. В целом, здесь я согласен с Кириллом, что вам удалось, значит, нематериальными как раз вот этими активами, интересными задачами, судя по всему, да, переманить амбициозными. Вот насколько как-то было сложно продать идею высококлассному специалисту, ну, то есть, грубо говоря, когда ты приходишь к какому-то человеку там с большим опытом, человек поработал на различных проектах, ну, там, на самых сложных, амбициозных, да, то есть тебе нужно продать эту идею, чтобы человек пошел к тебе, правильно? Верно. То есть деньги здесь не на первом месте. И если этот человек имеет какую-то цель, то задача интегрировать, показать, как его цель, цель может быть обучение, может быть, новых каких-то возможностей, прокачки новых навыков, может реализоваться в компании. Если мы не можем это продать, если у специалиста нет цели, какой бы крутой он ни был, ему будет сложно, и он просто не интегрируется. Поэтому здесь скорее правильно понять, куда смотрит специалист. И это часть нашего интервью. Расскажи, какое у тебя карьерное видение, куда ты идешь. А мы расскажем тебе, как мы можем тебе помочь в этом. Вот если нету вот этой синергии, когда у специалиста нет цели, мы ему ничего предложить не сможем. Поэтому это получается как-то вот такая, как фишечка, которая, с помощью которой мы находим спецов, которые смогут у нас интегрироваться, и которые что-то у нас достигнут. Недавно у нас была встреча, и мы записывали как раз небольшой кусочек подкаста с мини-пароль с топ-менеджером из УГМК, это Уральская горно-металлургическая компания. И он, я, к сожалению, прошу прощения, забыл его имя, отчество. Он, значит, сказал вот следующий тезис, что для многих компаний сейчас существует не кадровый голод, а кадровый аппетит в какой-то степени. Он объяснил следующим образом, что, во-первых, с внедрением многих технологий новых, допустим, в промышленности, в такой тяжеловесной, когда в консервативную область, в такую, я бы сказал, аналоговую, приходят цифровые штуки. Сейчас у них идет огромное внедрение и искусственного интеллекта, и всего на свете. И для них это вот создает прям огромный кадровый аппетит. Что, в свою очередь, для регионов, как бы расширяет поле для того, каких специалистов можно готовить. Там тоже активно работают с универами, там у нас на Урале. И в целом предлагают достаточно хорошие конкурентные зарплаты. И вот тут вопрос у меня в следующем. Если мы откатимся лет, грубо говоря, на 5, на 7, то для многих крупных компаний IT-техногигантов была стандартная такая схема, что, грубо говоря, мы ищем таланты в регионах, предлагаем зарплату выше, чем в регионе. Это нормальная была история, да? Но ниже, чем, допустим, в Москве. То есть, как бы, держатели бюджета немножко экономят, но переманивают себе прям толковые ценные кадры. А сейчас эта тенденция, она немножко смещается, потому что регионы активно развиваются. То есть, крупные компании на местах, и системные интеграторы, там тоже и у нас, и по всей России, они предлагают достаточно конкурентные зарплаты, по большей части. Как быть сейчас? Есть ли какая-то стратегия именно, вот чем переманивать, допустим, людей из регионов? Как ты считаешь? Ну, мы исторически в целом ищем по всей России всегда. То есть, мне кажется, многие IT-компании уже не привязаны, где находится человек, да? У всех есть реалокационные программы еще. И мне кажется, тенденция, она пошла более усугубилась в момент ковида, когда многие компании отпустили ребят на удаленку, и была возможность в целом вернуться, например, в свою локацию. Из-за этого рынок начал, ну, тоже меняться и трансформироваться. В целом у нас стратегия не менялась. То есть, мы как продолжали искать по всей России, так мы продолжаем. Понятно, что у нас фокус идет всегда на Москву, потому что там находится наш хэдкодер с теха. — Корр. — Да, корр теха, и в целом у нас основная часть команды как раз находится там. — А не стимулирует ли это вообще в целом там компании, техногиганты делать, грубо говоря, кластеры, да? То есть, понятно, что HQ, то есть штаб-квартира, находится, допустим, там в Москве, в Питере, там в крупных городах, да? И делать какие-то кластеры технологические, технические в регионах. То есть, берется делать сабазы, да? — Ну, если смотреть в целом на рынок, у многих компаний, там, как Сбер, Тенек, у них в целом это региональная сетка, да, там, где есть, они много пишут про открытие там новых хабов, еще что-то. В целом это одна из стратегий многих компаний, там, где просто необходимо большое масштабирование и поддержание инфраструктуры. То есть, это один из выход многих техгендантов. — Денис, я вижу, ты киваешь. — Да, я киваю, я согласен. Мне кажется, слово «переманивать» уже неактуально. Слово «релокация» становится тоже неактуально. Зачем вгонять человека в стресс переездами, чтобы он думал о том, где он будет жить, как он будет жить, если можно дать ему просто задачу, и он будет делать в комфортных, привычных ему условиях. И вот здесь как раз система хабов, система кластеров, где коллеги знают, что они могут приехать. Если это областной какой-то город, то это хаб в области, они могут приехать с коллегами пообщаться, по-брейнстормить, но работать могут в комфортных условиях. Поэтому кажется, что «релокация» сейчас — это не то средство, над которым стоит думать. Стоит думать, как сделать специалиста комфортным условием, так, чтобы он не думал ни о чем, а выполнял задачу, шел к своей цели. То есть в целом, с точки зрения менеджмента и компании, сейчас фокус смещается на то, чтобы сделать человеку комфортные условия без перевоза. На самом деле, наверное, это будет даже выгоднее для компании, то есть ты не тратишь на перевоз словно 100 специалистов, хотя, я не знаю, может… Я могу добавить, что я сам работаю не в московском офисе в основном, то есть мое основное место — это питерский офис. У вас есть офис в Питере? — Я, например, в Новосибирске у нас есть офис, и там сидят ребята, там комфортные условия, небольшой хаб, хотя в Питере он, наверное, достаточно большой. Все те же условия, которые есть в московском офисе с точки зрения офисного обеспечения, все классно, мне комфортно, я люблю Питер, и я живу и работаю в основном там, но приезжаю сюда частенько, потому что большая часть моей команды все-таки сосредоточена в Москве. — Понятно. Если мы говорим про вот поиск новых талантов или там про переманивание старых талантов, понятно, что сейчас идет точное обращение, то есть в целом, если мы говорим про ИБ-шный рынок, он очень… все друг друга знают, то есть там через одно рукопожатие… айтишный, наверное, рынок, он, наверное, немножко пошире, потому что в целом разработчиков больше, чем ИБ-шников, чем больше разработчиков, тем больше работы у ИБ-шников. вот. И какие вот платформы, какие методы, средства используют? Понятно, есть, да, там наши отечественные платформы для поиска людей, есть там зарубежные платформы, есть какие-то преференции вот именно или без разницы? — Слушай, ну мне кажется, что ты правильно сказал, рынок очень… не рынок, а комьюнити, да, ИБ-комьюнити очень тесное, поэтому, ну достаточно часто происходит так, что приглашают своих друзей и знакомых, там, бывших коллег, бывших там одногруппников, друзей одногруппников и так дали. Вот это первое. И второе, наверное, про методики поиска, как они изменились, там, и в какую сторону мы даем приоритет. Вот мы буквально недавно, мы все-таки приняли окончательное решение, что мы не ищем кандидатов на конкретную позицию. Вот мы и с рекрутерами вначале это обсудили, и с моими там руководителями отделов, с моими репортами, что мы открываем по одной вакансии в направлении каждое, и мы смотрим поток кандидатов. То есть мы не ищем там конкретно джунов, конкретно медлов или конкретно сеньоров. Вот я не знаю, отразилось это уже в наших там описаниях вакансий или нет, потому что это вот буквально недавно принято решение. Вот, но сейчас мы, кажется, что будем делать так, потому что искать конкретные скиллы и конкретные там харды, софты, конкретный там уровень подготовки, ну вот в условиях кадрового голода и нашего кадрового аппетита, это непозволительно. Поэтому, типа, приходите все, мы на всех посмотрим и всем что-то постараемся предложить. То есть, в целом, я так понимаю, что пласт задач огромный, да, и в принципе, каждому будет всем позаниматься. Ну и пласт задач огромный, и возможности внутренней ротации огромные. И мне кажется, что так не только у нас, а у всех. — Ну вот, слушай, я не знаю, Денис, вот с точки зрения именно стартапа, наверное, такой подход, не такой? Или вы конкретно под какие-то точечные задачи ищите? — Сейчас уже да. — Понятно, что в Озоне там, то есть вы прям техногигант, устоявшийся, стабильно работающий. Я думаю, что и у Авито примерно там такой же. — Аналогичная ситуация. — Да. А вот с точки зрения там стартапа, даже пусть под крылом большой компании, но как дела? — Мы не привередничаем с точки зрения платформ. Мы прошли тот период, когда нужно было закрывать точечные позиции, ключевые функции. Они закрыты, и теперь наша задача находить под нужные задачи, нужных людей, то есть мэчить. Мы можем себе позволить подождать какого-то кандидата. И здесь вот ты спросил, а какие платформы и как их можно использовать. Кажется, что, и это подтверждает Кирилл, что любой может выйти на рынок, получить x1. Это чем обусловлено? Тем, что открыто окно возможностей на нашем рынке. И оно открыто не только для внутренних кандидатов. Внешние кандидаты, кто уже несколько лет работает в зарубежных компаниях, они тоже почувствовали, что теперь эта возможность в плане зарплат, карьерного роста есть здесь. Можно использовать ее, можно релацироваться. Ну и соответственно, чтобы с этим кандидатом сделать контакт, можно использовать разные средства. То есть платформа, я так понимаю, ты говоришь про конкретные площадки, то это просто средство контакта с кандидатом, средство его поиска. Но люди, как правило, оттуда, из зарубежных компаний готовы релацироваться. Это клевый тренд. Интересно. Вопрос такой тоже немножко провокационный. Чуть-чуть совсем. Вот и Денис сказал, что вы готовы ждать кандидата. Я думаю, что у многих с точки зрения найма была такая ситуация, что мы лучше подождем, потому что человек просто 10 из 10 или 11 из 10. У вас есть какой-то личный рекорд? Сколько вы максимально ждали специалиста на какую-то вакансию открытую, что вот прям вот нужен-нужен? У нас 3 месяца. Так. У меня большой опыт в рекордменте. Ну, на самом деле, совершенно разные истории бывают. То есть здесь вопрос, правда, насколько эта история критична и узкая. года. Вот. Ну, то есть были месяцы и больше трёх. Ну, были кейсы. Год был? Нет. Меньше года. Хорошо. Ладно. Ну, тоже неплохо. Больше трёх месяцев, но меньше года. Ну, в общем, какими-то месяцы, наверное, сейчас не посчитать, но я приведу такой интересный пример. Иногда, когда ты приводишь, зовёшь к себе в команду человека, с которым ты уже когда-то работал, про которого ты, не знаю, там, выучил когда-то, а спустя, там, много лет ты говоришь ему, пошли работать ко мне, ну, можно сказать, то, чёрт возьми, я ждал тебя 10 лет. Отлично. Слушай, неплохо. Неплохо. Интересно. Кирилл рассказал вот про нестандартные, там, фишки, условно, наймы, да, что, там, мы берём там просто одну позицию открываем и смотрим, тестируем рынок. Есть какие-то ещё трюки, которые используете при найме людей, вот чтобы собрать максимальное количество, так сказать, лидов? Можно не раскрывать все карты, понятное дело, чтобы там не утащили какие-то секреты друг у друга, но тем не менее. Ну, у нас в целом, если говорить про узкие направления, мы идём по такому бутиковому найму, там, где мы постоянно смотрим людей, вне зависимости, есть или нет вакансий. У меня команда, она в целом составляет маркет-мэпы, ну, то есть, это такая история ближе к executive search, потому что она как раз позволяет знать рынок и действовать на опережение, да, то есть, это то, что мы активно используем, но и добавление то, что говорил Кирилл про нетворкинг, мне кажется, каждая компания использует историю реферальной программы, реферальной программы, в целом, активно её прокачивают внутри, потому что рынок узкий, если говорить про платформы, это то, что могут найти все, да, то есть, ну, как бы конкурентного преимущества ни у какой компании здесь нет. А нетворк – это как раз возможность стучаться до тех, кого нет на этих платформах, вот, и из-за этого, например, мы очень много фокусируемся на развитии реферальной программы и на различные истории push её внутри, и у нас, ну, за последний год довольно большое количество ребят. Вот я хотела спросить, работает это? Да, да. Ну, на самом деле, это один из основных, ну, как бы, по процентам один из основных источников. Интересно. А сейчас будет вопрос, который мы, если что, можем вырезать. Сколько вы готовы платить за реферальную программу? Режь. Режь. Всё, понял. Есть такой город в Свердловской области Режь, вот, а там ещё есть этот хлебокомбинат, он называется Режь-хлеб. Ладно, понятно, не готовы. Не, на самом деле, мы можем рассказать, но не конкретные цифры, чтобы можно было ставить плашку, потому что цифры динамичные. Я понял, да, так хорошо. То есть, моменты выпуска подкаста, они могут расти. А могут не расти, да. То есть, тут всё зависит от рыночной ситуации. Хорошо. Поэтому не будем обнадёживать кандидатов, но главное, что они есть. Они есть. Ну, почему? Обнадёживать-то нужно не кандидатов, а тех действующих сотрудников. Сотрудников, да. Сотрудников, да. Всех будем обнадёживать. Чтобы никого не обнадёжить. С действующими условиями реферальной программы вы можете на нашем корпоративном портале. Да, всё понятно. Ладно, хорошо. Едем тогда дальше. По поводу перегретости рынка, значит, хотелось бы поговорить. Бывали ли в вашей практике случаи, когда, значит, вы там срочно ищите, вы понимаете, вам нужен человек, срочно. Вы готовы предложить какие-то баснословные деньги, астрономические, возможно, там, для текущей позиции. А потом выясняется, что нахрен он нам нужен, или там проект закрыли, а мы, типа, сейчас обязаны, ну, условно, платить человеку вот эту вот сумму, и его некуда приткнуть. У меня таких случаев не было. Молодец. Хорошо. Ну, это же вопрос в кадровом и, там, операционном планировании. Абсолютно, но люди делают ошибки. Ну, люди делают ошибки, да. Но если, ну, короче, я достаточно много и давно работаю в больших и цифровых и IT-компаниях, и поэтому, ну, как я говорил, там, проблем с ротацией нет. И, то есть, если мы взяли действительно скиллованного человека, там, ну, как ты говоришь, овер, там, прям суперкрутого, ну, я уверен, что мы сможем его приложить где-то в другом месте, возможно, даже не в ИБ, а где-то войти, благо там те же проблемы с кадровым голодом налицо. Денис? В МТСР это такого не было, потому что задачи все ждут кандидатов, и они строятся. Но был опыт в другой компании, в большом рэнди-центре, где цикл лайма человека может составлять год. То есть, одна позиция может закрываться в течение года. Почему это? Ну, потому что это очень уникальная экспертиза, с уникальными требованиями. И часто мы долго общаемся с кандидатом, потом он релацируется, к нам приходит, и было случай, когда он пришел, а проект его посчитался уже бесперспективным, и он пришел на проект, который фактически закрылся. Соответственно, но, чем закончилась эта история? Кандидат пришел, ему предложили новый проект, и он сказал, классно, я не хотел вам говорить на Собесе, но я всегда хотел изучить эту технологию. И мы выдохнули, все выдохнули, и успешно контрибьютируют до по сей день. Блин, хэппи-энд, понятно. Анна? Не было, но здесь подержу, у нас система ротации, что в целом любой сотрудник может прийти на любой другой проект при необходимости. Понятно, ну то есть, да, это, наверное, все-таки такая история про небольшие компании, да, либо там какие-то небольшие кластеры внутри большой компании. Челленджи. Челленджи, челленджи, челленджи. Вот, опять же, наверное, у больших компаний челленджей поменьше, чем у маленьких компаний, но вот именно при найме, при поиске, вот какие основные челленджи там, кроме кадрового голода. Бывали ли случаи, когда вам требуется, ну вот, прям уникальная экспертиза, вот Денис сейчас говорил, да, вот искали там человека больше года, вот какая-то прям, это не обязательно eBay, это может быть айтишный, то есть, у человека какой-то стэк, допустим, разработки, там, не знаю, там, на Фортране пишет. Это глупый пример из головы. Это классный язык, что давно это звучит. Да, 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 да. Нет, неоправданно забыто. Вот, ну, я не буду отвечать на этот вопрос. Хорошо, ладно. В смысле, не я буду отвечать на этот вопрос. Договорились, договорились, хорошо. Мы можем его тогда и потом не использовать. Нет, у кого-то есть ответ, давайте послушаем. Ну, кажется, если узкие профили, это стандартная история, просто есть методология, по которой ты идёшь. То есть, это не то, что челлендж, это просто, ну, другая специфика, поиск. Понятно. Основной челлендж, это помимо того, что кадровый аппетит слишком большой, второе, это продать кандидату новый проект, которого раньше на рынке не было. В нашем случае, к примеру, кандидат имеет два оффера. Он имеет оффер Касперского и МТС Ред. Касперский — сложившаяся репутация, сложившаяся команда. И МТС Ред — это стартап, который только-только запускается, выходит с какими-то амбициями. Соответственно, этому кандидату нужно продать идею, да, что успех, он, его можно выбрать, я не буду сейчас быть политкорректным, что успех у МТС Ред, да. Вот кандидату это нужно продать. Не только продать, он сам должен понять, убедиться, что действительно здесь есть возможность переизобрести то, что уже когда-то кем-то было изобретено. И это такой, ну, челлендж, по сути, для него, для всей компании. Вот это, наверное, основное, что когда компания новая, ей нужно убедить кандидата, что по пути в одной лодке, что ему нужно идти с нами. И найти у этого кандидата духа в антюризм. Мне кажется, что, ну, у тебя есть люди, которые не готовы работать в стартапах. Верно. Равно, как и есть люди, которые не готовы работать в бигбизе, в крупнике, в крупных эти компаниях. Да, я поработал в стартапе, пока больше не хочу на стартап после. Вопрос еще раз про деньги. Money talks, money talks, money talks. Значит, ни для кого не секрет, да, что был период, когда свалило дофига людей, в том числе, условно, медлы, сеньоры, и топы, и хеды, и так далее, образовалась некоторая проплешина. Кадровый, опять назовем его, там, голод, кадровый аппетит. Поспособствовало ли это росту зарплат или динамики вообще изменения в зарплатах, в бонусах, именно в денежном эквиваленте, не в задачах, для тех людей, которые вот сейчас на российском рынке. Если можно привести там какие-то, не знаю, процентные примеры, то есть был ли какой-то скачок, не было ли скачка. Ладно, про деньги мы не хотим говорить. Давай, давайте поговорим. На самом деле, как мне кажется, деньги, вот разрыв, когда люди ушли, и рост денег, это не связанные друг с другом метрики. Когда освободились позиции, это освободилась возможность для карьерного роста, то есть можно кровь освежить в компаниях. Но что увеличило деньги, это конкретно дефицит. Люди уехали, люди уехали, и чтобы кого-то где-то переманить, люди начали предлагать чуть больше на каких-то позициях. Но это не какая-то аномалия, то есть не начали забрасывать рынок деньгами. Плюс регуляторика. Регуляторика ужесточается, потребность в специалистах ИБ конкретно возросла, соответственно, есть небольшая стимуляция денег. Процентном соотношении не скажу, коллеги из HR могут какие-то, может быть, цифры, аналитику предоставить. Коллеги из HR. Но здесь, мне кажется, нету какого-то буста, аномалии, что вот сейчас специалист по ИБ начнет получать больше, чем разработчик, который имеет 15-летний опыт. Нет, таких аномалий нет, мне кажется, не нужно строить иллюзии, что ИБ сейчас переполнена, завалена деньгами. Потребность в специалистах есть, но эта потребность, кажется, закрывается ротацией. То есть нужно уметь поднимать нужных людей, они поднимают зарплаты, эти люди, потому что меняется скоп, меняется ответственность, но это не смещает именно зарплатный рынок на конкретных позициях. То есть тут скорее вопрос именно к менеджменту, как они изнутри могут переорганизовать работу, чтобы, значит, все понятно. Ладно, хорошо. Тогда немножко, хорошо, сместим фокус от денег. Я понял, что, значит, тема очень sensitive. Ладно, вопрос про метание людей. Ни для кого не секрет, что довольно часто бывает, что человек там условно наработался в одной компании, там уперся в какой-нибудь потолок, там какие-нибудь кадровые перестановки не позволяют сейчас человеку там дальше вырасти, всякое бывает. Человек берет, уходит в другую компанию, может быть, в конкурента, либо в смежную. И тут освобождается позиция, там что-то происходит у тебя в прежней компании. Первый вопрос. Зовете ли вы обратно человека? Бывает ли такое, что типа у нас открылась позиция, вот ты этого давно хотел, давай к нам обратно. И второй вопрос. Бытовало, раньше бытовало мнение, что в одну воду войти дважды невозможно. И еще раз, это были слухи, это старое такое консервативное мнение, что уйдя из одной компании, обратно в нее могли не взять. Как у вас с этим дела? Возвращаются, не возвращаются к вам ушедшие коллеги? У нас возвращаются. На самом деле у нас, мы поддерживаем связь иногда с теми, кто ушел, и в целом рынок сужается, и мне кажется, это тоже один из вариантов ребят, которые близки к твоей корпоративной культуре, знают процессы, чтобы вернуться, потому что у ребят может быть разной мотивацией ухода, и здесь никогда нельзя закрывать дверь обратно, потому что у нас есть случаи, когда ребята приходят и говорят, хочу к вам обратно. И вы нормально к этому относитесь? Конечно, да. Мне кажется, надо, по задаче HR, задача руководителя, предыдущего и последующего, понимать, какая мотивация у сотрудника. Если она соответствует корпоративным ценностям, ценностям конкретного руководителя, то почему бы и нет? Но если это какая-то рокировка ради денег и лишь ради них, то лично я такое не приветствую. Но у меня достаточно близкие отношения со всей моей командой, поэтому если кто-то из моей команды уйдет, а потом захочет обратно, я буду принимать решение, конечно, исходя из понимания мотивации человека. Понятно. Денис? Ну, у нас таких случаев пока еще не было, потому что 9 месяцев это еще немного. Справедливо. Но были кейсы, когда появился кластер кибербезопасности в компании МТС. Это стало поводом для многих коллег, кто покинул МТС, прийти уже в кластер кибербезопасности и заниматься кибербезом, потому что раньше выделенная функция кибербеза как вендора в МТС не было. И у нас есть коллеги, кто вернулся в МТС, в кластер кибербеза, и это прям, мне кажется, подтверждение, что двери всегда открыты. Здорово. Анна, хотел бы задать вопрос еще по поводу некоторой динамики, связанной с IT-кадрами. Вот поменялось ли что-то, если сравнивать, допустим, первый квартал 23-го года и первый квартал 22-го года, есть ли какая-то динамика, может быть, фокус на что-то сместился, может быть, сейчас есть возможность сказать, ребята, нам нужны, допустим, там, Голанг-разработчики, или там и… Нам они нужны всегда. Они нужны всегда. И нам тоже, да. Ребята, приходите к нам, пожалуйста. Ну вот есть какая-то интересная динамика, может… Ну, я бы не сравнила первый квартал прошлого и этого года. Хорошо. Если в целом смотреть на динамику, мне кажется, что там в начале прошлого года в целом была такая история более кризисная, когда многие компании пересматривали, что им необходимо. Ну, в целом, как бы, чуть-чуть было притормаживание, потом рынок возобновился, и мне кажется, что сейчас глобальных изменений на рынке нет, всем нужны люди. Из того, что можно заметить, понятно, что начинают появляться компании, связанные с импортозамещением, еще что-то, которые начинают как раз, ну, вот те стартапы, которые могут конкурировать с большими компаниями, но, тем не менее, они для нас не столь заметны. У нас, мне кажется, как была довольно высокая конкуренция закадривать, и так она остается. Кирилл, может, у вас есть какая-то, ну, вот именно по ИБ-шной теме, не по… в целом по ИТ-шной, есть какая-то там динамика смещения, что вот там, вы поняли, вот в прошлом году требовалось это, а сейчас требуется вот такие специалисты. Мне кажется, что требования к кандидату в ИБ, они достаточно давно не менялись. То есть в любом случае, когда ты приходишь в крупную IT-компанию или в крупную компанию, которая мощная IT, большую часть адаптации занимает именно погружение в специфику этой компании. Поэтому требования технические и софтовые, хардовые, они как были, такими и остаются. Лично у меня это там хорошее базовое знание в области информационных технологий. Понимание процесса управления рисками, понимание проблематики ИБ, ну и знание там технологий и способов защиты. Там знать какие-то суперсовременные решения, ну типа быть в тренде в целом, быть, знать там про… читать новости условно, там канальчик какой-нибудь проявит функционную безопасность, ну да, это важно. Но с точки зрения требований, короче говоря, ничего не поменялось. И те вопросы, которые я задавал на собеседованиях 10 лет назад, я из ИДы до сих пор. Консервативный подход. Ну они хорошие, я тебе потом их задам. Я тебе потом их пришлю. Пришлю. Они классные, они типа, они про базовое IT. Ну и в целом поговорить с человеком, понять, насколько он бодро рассуждает на тему проблематики, да. А знать прям последнее, ну не знаю, там вендоров, знать, уметь работать с конкретными какими-то техническими решениями, ну это сильно необязательно. Я готов потратить срок адаптации на то, чтобы научить его тем инструментам, которые есть у нас, для решения задач, которые человек понимает. Ну и погрузить его в специфику, проблематику, там понимание инфраструктуры своей компании. Ну поэтому, когда я говорил про найм стажеров, я говорил, что мы очень тщательно просчитываем ресурсы на именно адаптацию стажеров, потому что она занимает много времени. Денис? Ну в первом квартале 2022 года нас не было, поэтому сравнить не с чем, но есть сравнить из квартала в квартал такая тенденция. Мы видим, что тумблер между хардскилами и софтскилами постепенно выкручивается в сторону софтскилл, то есть их становится больше и нужно. Потому что специалист, который приходит, он должен взять на себя ответственность за задачу, он не должен прийти и сказать, все, скажите, что мне делать, раз, два, три, я вот буду это делать. А хочется, чтобы специалист самостоятельно выбирал скоб, выбирал проблематику, придумывал решение и ввел коммуникацию. Для этого требуются определенные софтверные скиллы, то есть это умение взять на себя ответственность за процесс и умение правильно этот процесс построить. То есть каждый немножечко менеджер в себе. Вот мы видим, что сейчас такой тренд, что из квартала в квартал хардскиллы не меняются, как сказал Кирилл. Да, они примерно остаются одинаковыми. Нужны голланд разработчики, вот как крик души. Но хотелось бы, чтобы эти разработчики умели сформулировать задачу, поставить себе задачу, либо ее декомпозировать и построить какой-то процесс. Вот, наверное, это такой тренд, который мы сейчас видим. Возможно, он поменяется, когда наберется критическая масса разработчиков, мы скажем, нет, вот теперь только хардскиллы, нам не нужно, чтобы даже разговаривать умели, ну это я утрирую, конечно, шучу, но пожалуйста, пишите код по техническому заданию. Но я надеюсь, мы к такому не придем, потому что это всегда творчество. Подождите, я поспорю, с вашего позволения. Вот я, когда я говорил, что не меняются хардскиллы, я говорил, что требования по хардскиллам не меняются. Но, к сожалению, хардскиллы со стороны кандидатов падают. Вот это я фиксирую из года в год. Все меньше людей читали Тененбаума, к сожалению. Действительно, приходят люди все более подготовленные по софтам и все менее подготовленные по хардам. И это проблема. По сетям. Ну, например, по сетям. Или, например, по операционным системам. Или по криптографии. И ты задаешь человеку вопрос, а он не может ответить на то, что мы проходили на первом курсе или на втором. На то, что есть и должно быть, на мой взгляд, у человека, который идет работать в IT и ВБ. Поэтому я вижу здесь проблему, что кандидаты делают большой упор в сторону софтов, не делают упор в сторону хардов и иногда думают, что харды не важны. А я, как ты правильно сказал, достаточно консервативен в этом вопросе. Поэтому я считаю, что базовые знания хардовые, айтишные, это основа основ. И только понимая, как это все работает до самого низшего уровня, ты сможешь разобраться в любых изменениях, которые происходят в технологиях, в любых изменениях, которые происходят в средствах защиты, в способах атак и так далее. Анна, есть, может быть, какие-то мысли по поводу того, там, замечаете вы с точки зрения Авито, что вот падают хардовые скиллы или там… Мне кажется, это уже давно началось, просто из-за того, что сам рынок IT начал масштабироваться. Если там, мы говорим о Big Tech, начинают появляться компании, которые уходят в диджитализацию, рынок раздувается. Понятно, что там еще несколько лет назад не хватало ребят на рынке, появляются школы обучающие, еще что-то, и они как раз вот этот вот гэп, ну, гэп рынка начинают заполнять там более джуниористыми людьми, и он трансформируется, меняется. То есть, мне кажется, из года в год каждая компания начинает замечать, что, да, левел начинает, к сожалению, падать. Но здесь вопрос, опять же, как компания с этим работает, да, то есть насколько сама компания внутри может дорастить до неопределенного своего форума. Друзья, ну вот вообще, как вы думаете, вообще с чем связано? То есть, я на самом деле с Кириллом согласен, что вот хард-скиллы, они потихонечку там как-то снижаются, снижаются. Вот с чем это может быть связано? С образованием? С тем, каким образом, ну, вот выросшее количество вакансий заполняет рынок. То есть, вот этот гэп заполняется там курсиками, там, какими-то там, не знаю, вебинарщиками, видяшками на ютубе. Но, к сожалению, это не есть базовое айтишное, там, университетское, институтское образование. И мы в самом начале про это говорили, что программы работы с вузами, они там важны и нужны. И там есть разные форматы, когда вот как кто-то из компаний ходит в вуз и читает лекции. Вплоть до того, что есть, ну, я знаю, есть крупные айти и не айти-компании, которые для того, чтобы заполнять свой личный кадровый голод, создают отдельные специальности в вузах. Кафедры. Кафедры, да, целые кафедры. У вас кафедра? А, ладно. Они ходят читать лекции в вузы и профориентацию для сотрудников проводят. Ну, мы, по-моему, два или три выпуска назад у нас как раз тоже обсуждали в целом проблематику, я бы сказал так, разницу поколений и в целом, как люди сейчас воспринимают информацию, как погружаются. То есть, грубо говоря, люди там более старшего поколения, они брали, и у них проработка информации была вглубь очень такая серьезная. Сейчас люди, которые там только выпускаются из вуза, они знают вот широкий пласт информации, но проработка достаточно неглубокая. Есть ли такое? Я скажу, что есть, потому что контента много, действительно, и он не систематизирован, и это порождает набор специалистов, которые растут горизонтально. Они всего знают понемногу, но если углубиться куда-то внутрь, то, как сказал Кирилл, что ты начинаешь спрашивать фундаментальные вещи, сети, операционные системы, все, теряется, теряется вот эта глубина проработки. Но, как мне кажется, все равно тренд положительный, то есть нет какого-то негатива. В среднем рынок и в среднем люди стали более образованы в ИВБ. Просто мы получаем воронки входящих кандидатов, которые горизонтальные. Нам нужно сложнее, нам сложнее просто вычистить, вычистить эту воронку и взять вот наших, наших ребят. То есть больше времени тратится на подбор, но все это определяется просто системой подбора, как она устроена. Поэтому, мне кажется, тенденции положительные. Все теперь что-то дознают про ИВ, это хорошо. И классно, когда ты приходишь к студенту, к какому-нибудь вузу, а он уже в CTF поиграл, он уже знает какие задачи, как реверсить. И это дает какую-то возможность с ним поработать. То есть для стажеров это открывается определенная возможность поработать в компаниях, сразу применить навыки. Потому что раньше стажера нужно было долго аутбордить, долго культивировать, чуть ли не свою кафедру внутри рабочего процесса открывать образовательную, переобучать его. Сейчас стажер уже что-то дознает. А вот специалистов, которые мы называем талантами, и вот их стало сложнее распознать в этой воронке. Но по-прежнему это челлендж, с которым нам нужно работать. Хорошо. Вопрос касательно собеседований. Сколько кругов ада среднестатистически у вас проходит кандидат между условно первым звонком или первым письмом в соцсетях, в каких-то рекрутинговых платформах до условно того, как человек получает пропуск. Потому что есть компании, которые там даже на российском рынке крупные, которые проводят там по 10, по 15 собеседований с разными техническими специалистами, с менеджерами. Если один там из всей команды не уверен, то эскалируется еще. И вот у меня просто есть друзья, которые проходили там в некоторой компании в России, в крупные, они собеседовали в течение там 3-4 месяцев, это эти беспрерывные собеседования по 3-4 часа и технические, и на софт, и на хардскил, и на все на свете. И уже под конец люди такие, слушайте, давайте мы с вами, как говорится, придем к какому-то консенсусу, потому что надоело. Вот есть у вас какой-то стандарт, что типа, друзья, мы должны не терять ни время, ни кандидата, ни свое. А вот условно, например, там за 3 собеседования мы должны понять, да или нет. Ты сказал круги ада. На самом деле не круги ада, я бы сказал, это 4 замечательные встречи с классными людьми. Я обожаю оптимизм. 4 замечательных встречи. Иногда их может быть 3, если позиция невысокая, но 4-е интервью это интервью с SEO, которое может рассказать, объяснить, куда идет компания, и не каждый SEO может позволить себе выделить время на интервью кандидатов. Поэтому кажется, что эти 4 интервью необходимы. Первое, интервью техническое, ну просто насколько специалист прикольно, насколько он сможет, он сам больше рассказывает про свои цели, и мы просто понимаем, интеграция или нет. Второе интервью, интервью с командой, где он может посмотреть, с кем придется поработать. И третье интервью, это интервью уже с HR-директором, кто расскажет, или HR-BP, кто расскажет какие-то нюансы, можно позвать вопросы о росте в компании, что на самом деле мы-то не стартап, а мы просто начинаем работать, и все называют нас стартапом, но мы внутри уже построили определенные процессы, да. То есть мне кажется, что это конструктивное общение для кандидата, это не мучение кандидата. Но, может быть, коллеги со мной не согласны, может быть. 4. 4, да, замечательных. Анна. У нас тоже порядка 4, у нас на самом деле стандартизированный найм, там, где есть набор секций, финалов и всего, и в целом у нас внутри даже есть цель на time to offer, сколько человек находится в процессе от начала до конца. Понятно, что может чуть-чуть отличаться набор секций, у нас есть дополнительные, например, для инфраструктуры, там, где более хардовая часть есть, и там чуть-чуть отличается для менеджерского найма, но, тем не менее, эта вся история очень стандартизирована, мы смотрим за кандидат Джорджи Мэп, да, то есть насколько ребята в целом оценивают наши процессы, вот, и здесь на самом деле мы максимально минимизируем количество встреч, и при этом, словом того, что он стандартный, он, ну, как бы, у нас объективная оценка каждого кандидата. Класс, Кирилл? Ну, я бы, наверное, хотел так маленько ограничить, ты сказал там на любую позицию, но мы сейчас говорим, наверное, больше не про executive search, потому что вот как раз в executive там может быть либо 13 собеседов, либо одно наоборот. Нет, вот я приводил пример, это не executive search, а именно технические, то есть это там, грубо говоря, и бэшники, разработчики, аналитики, то есть это именно... Ну, 3-4 собеседования. 3-4 собеседования. 3-4 собеседования, да, там на какие-то позиции, последнее собеседование со мной, на какие-то позиции с моими репортами и последнее собеседование, то есть первое там с HR, потом техническое, там типа с кем-то из команды, и потом вот с руководителем или со мной, или и с руководителями со мной, поэтому 3-4. Ну, достаточно хорошая и классная практика по поводу измерения time to offer, Лёва, ну и насколько я знаю, еще бывают практики там one day offer, всякие мероприятия, да, это тоже прикольно, наверное. Что такое one day offer, расскажите, пожалуйста. Это offer на один день рабочий. А, отлично, хорошо. Идешь, поработаешь, можешь идти. Это возможность пройти как раз все этапы за один день, либо некоторые компании делают week-end-оффер за два, ну то, что довольно большой поток. Удобно, удобно. А какой процент ошибок вот в таких офферов, краткосрочных, когда ты делаешь быстровывод о кандидате? Он растет? Нет. Не растет, то есть он никак не коррелирует с количеством? Нет, ну, когда мы проводили, мы как раз замеряли first year tune over, ну как бы трехмесячный tune over и годовой, на самом деле, такие же цифры, как трехмесячный. И до какого уровня вы готовы нанимать one day offer, если не секрет? По сеньоров готовы нанимать? Мне кажется, все готовы. Вопрос, насколько они попадают в one day offer. Хорошо. Интересно. Я, если честно, первый раз слышу про one day offer, условно, собеседование, которое мы проводим с командой, или там, когда я собеседовался, это все-таки такой растянутый процесс, то есть несколько этапов. Понятно. Интересно. Вопрос про задачки на собеседование. Я думаю, что у каждого есть некоторый набор козырей в рукаве. Кирилл, ты уже упоминал, что есть некоторый набор задач, которые ты там последние 10 лет используешь. Есть ли вот эти козыри в рукаве именно с технической точки зрения, которые вы задаете и смотрите, нестандартные задачи, может быть, задачи уровня CTF, что-нибудь такое? Денис. У нас из таких, может быть, лайфхаков, которые мы используем, мы их используем от позиции к позиции. Когда даем кандидату возможность написать код прямо в прямом эфире в блокноте, просто пошарь в зуме блокнотик, напиши псевдокод на любом языке, можешь с ошибками, которые делает раз, два, три. То есть главное посмотреть логику, как человек мыслит, правильно? Первое, да, логику. Второе, насколько он понимает, в принципе, алгоритмы какие-то, если он говорит про разработчика. Математика, логика, алгоритмы. Плюс, насколько он в стрессовом режиме может вообще рассуждать, как он рассуждает. Потому что для кандидата это стресс определенный, и ему некомфортно, когда кто-то смотрит в блокнот, когда это делают в реальном времени. И это еще такая проверка, насколько кандидат вообще готов к таким задачам нетривиальным, и как он себя ведет в такой ситуации. Но используем это редко, потому что, как правило, сеньоры, сеньоры-помидоры приходят уже с каким-то портфолио, с гитхабом и какими-то задачками, которые они когда-то решали. Например, он контрибьютор в open-source-проекте. Соответственно, сделать ему задачу, наверное, ну, не то, не то средство, которое позволит понять, круто он или нет, интегрируется он или нет. Поэтому от кандидата к кандидату вот такие лайфхаки используем, да. Анна, есть какие-нибудь тоже? Сложно ответить с технической стороны. Хорошо, даже не с технической, а вот там какие-нибудь, например, там, создание психологического портрета кандидата, какая-нибудь такая штука. Ну, у нас есть culture sheet. Мы на самом деле, это компания, которая при найме оценивает, насколько человек подходит под нашу культуру. И в целом у нас на каждой уровне ребята, ну, как бы это интегрировано в собеседование, никто особо это не замечает. То есть просто вопрос, по которому мы определяем, насколько человек подходит нам по культуре. Расскажи, пожалуйста, вот про culture sheet. То есть, грубо говоря, из чего это строится? Ну, это просто добавление в рамках финала. У нас, например, на инженерный трек, это простой финал с руководителем, где присутствует и рекрутер, для менеджеров у нас есть кейсы. И просто в рамках классических вопросов, есть вопросы, которые там, например, взаимодействие с командой. И вот такие вещи, которые проверяются, они органически встроены. Понятно. То есть, ну, методология стар, чаровская, но более упрощённая. Всё, нет никакой методологии нет. Ну, нет, это удобно. Большая компания иначе не может, я понял. Так, ладно, Кирилл. Ну, да, у меня есть заготовочки, да, десятилетней давности. Я достаю свою... Таненбаума, да. Ладно, уступим. Давай. Есть набор технических вопросов, есть набор вопросов на решение нестандартных каких-то задачек, не технических, а именно процессных. Ну, и там для... В некоторых случаях есть вопросы, там, абсолютно отвлечённые от информационной безопасности и, там, связанные просто с здравым смыслом, логикой, умением, там, быстро придумать какое-то неочевидное, возможно, решение для, там, какой-то бытовой задачи. Конкретные задачки я рассказывать не буду. Конечно. Расскажи, дай одну. Устаревшую какую-нибудь. Так она не устаревшая, она сейчас станет устаревшей, как только я её расскажу. А, я понял. Никакого эксклюзива. Ладно. Короче, ну вот, она одна, наверное, из тех сотен видяшек на Ютубе, где написано «Задачи и собеседования в Google». Ну, и я обычно предлагаю человеку ответить на вопрос, какая, там, из дисциплин его самая слабая и самая сильная. Типа криптография, математика, там, сети, операционные системы, программирование базы данных. Вот. И потом задаю вопрос по самой сильной и по самой слабой дисциплине. И сравниваешь. Ну, и смотрю, да, примерно где. Бывало такое, что, оказывается, самое слабое, он лучше ответил, чем по самой сильной? Всякое бывает, да. Ну, и, наверное, самое плохое развитие событий в этой всей истории, когда человек начинает по самой сильной дисциплине уверенно отвечать неправильно. Бывало такое? Бывало. Я прям, я расстраиваюсь очень сильно, когда такое происходит. Типа я лучше, типа я люблю Блиц, вот по техническим вопросам, которые у меня, заготовочки, там, десятилетней давности, я по ним обычно люблю формат Блиц. И в формате Блиц я сразу говорю кандидату. Вот если ты не знаешь, ты говори, я не знаю. Да. Типа это нормально, нормально не знать. Вот. Ну, и раньше у меня еще было, как я, когда, ну, был, там, сам проводил все собеседования в команду, я давал человеку два собеседования. То есть я, кроме того, что я смотрел его, ну, типа, базис, да, вот его, там, базовые знания, которые у него, остаточные знания, скажем так, после вуза, после того, как он там прочитал там Энбаума, я говорил ему, хорошо, давай ты придешь через неделю, а я тебе задам те же самые вопросы. Но вначале я тебя попрошу рассказать по тем вопросам, по которым ты считаешь, что ты сам ответил плохо. И таким образом мы можем понять, сколько человек за неделю может эффективно изучить. Вот. И это, ну, типа, то есть у меня две метрики, условно, появляются по кандидату. Это остаточные знания и это способность к обучению. Ну, и этого, в принципе, достаточно на, там, джуниорных медловых позициях для того, чтобы принимать решение о том, что человек нам подходит. Так, значит, ссылку на всю монографию Таненбаума вы увидите. В подписи к этому видео. Отлично. Но на самом деле, я думаю, это сподвигнет многих слушателей хотя бы обратить свой взор. Те, кто не знает, да, учебники по сетям и по всему. По операционным системам. Пардон. И по сетям, и по операционным системам. Ну, вот я помню, что вот как раз по сетям-то у него один из лучших существующих. Да? С тех пор, как он ее написал, существенно в сетях ничего не изменилось. И не изменится, скорее всего. В принципе, конечно. Ну, ладно. Все. Это за скобки. Хорошо. Вопрос у меня сейчас будет маленько такой странненький. Простите меня, пожалуйста. Значит, бывали ли случаи в вашей практике? Я думаю, что с корпоративной точки зрения вы можете сейчас там, ой, да нет, конечно, такого не было. Я думаю, было. Значит, когда на уровне собеседования с HR, да, то есть вот с человеком, который активно ищет, отсеивали такого сильного человека, не знаю, вдруг пришел джуниор HR, который такой, так, я сейчас буду оценивать кандидатов по натальной карте или там еще по какой-нибудь ерунде, или там расклад Таро. И ты такой, вы знаете, вы кошатник, а я собачник. Мы с вами не подходим друг к другу. Вот. А, допустим, кто-нибудь из технической команды смотрит на его, там, не знаю, гитхаб-репозиторий, такой, какого хрена мы его отсеяли или там мы ее отсеяли? Бывало такое или нет? Я доверяю своим рекрутерам. Молодец, правильно. Держим плюс в корму. Я доверяю процессу, которым рекрутер один из человек, принимающих решения. У него есть какой-то фильтр, если человек не прошел этот фильтр, то, как правило, пишут почему. И не было пока таких случаев, где мы не соглашались с рекрутерами, с первичным фильтром. Поэтому, наверное, нет. Ну, слушай, ну у меня был... У тебя был? Давай, давай, расскажи. Да нет, было на самом деле, когда, значит, мы... Была у нас некоторая подборка кандидатов, там, большая-большая выборка, мы, значит, проходили. Первое собеседование было с рекрутером, потом какой-то некоторый фидбэк в колоночке от рекрутера. Мы открываем профиль человека, мы смотрим его статьи, мы смотрим его, то есть мы смотрели на там, на offensive позиции, то есть именно на поиск уязвимостей. И мы задаем вполне резонный вопрос, слушайте, у него там зарегистрированных там CVE-шек, там, вагон и маленькая тележка с подробным описанием, как он делает, что он делает. И мы читаем невнятный ответ рекрутера, что там вроде там он не подходит нам там по каким-то техническим скиллам. Чувак просто не умеет, ну как бы он стеснительный. Ну, может быть, вы некорректно сформулировали задачу рекрутеру? Нет, у нас было прямо вот, типа, нам нужен человек, который занимается поиском. Либо нужно, чтобы он писал CVE-шки, неважно, стесняется он при этом или нет. Вообще по барабану, он вот тут как раз вот, возвращаясь к предыдущему обсуждению, нам нужен был человек с хорошими хард-скилами, нам, если честно, было по барабану на его софт-скиллы, то есть круто, что он может в письменном виде нам объяснять, что он делает, и читать наши письма, и понимать, что нужно сделать, да, этого более чем достаточно. То есть нам нужен хороший такой скилловый реверсер и чувак, который ищет уязвимости, вот. Ну и мы, конечно, типа, активизация, типа, давай-давай-давай, связывайся с ним еще раз и перекидывай нам его в наши руки. Мне кажется, что ошибки всегда бывают, но вопрос в хорошо сформулированной задаче для рекрутера. А как вы встречаетесь со своими заказчиками, и долго ли вы обсуждаете заказ на кандидата? Конечно. Ну, мне кажется, самое главное, это первое, это бриф. Договориться, кто нужен, что должно быть, что не должно быть, чем мы готовы пожертвовать. Ну, встречаются ошибки со стороны рекрутера? Такое вот, ну, бывает или не бывает? Нет. Беспрекословно. Это уже другой вопрос. Не изначально. Я понимаю. Изначальный вопрос, да, было ли у нас такой случай, когда мы эти ошибки замечали и эти ошибки исправляли. Ошибки случаются, безусловно, но для этого рекрутер, у него есть процесс, когда он скидывает резюме кандидатов и настраивает, настраивается на позицию. Он спрашивает, берет обратную связь. Вот такие CV-шки. Интересно? Нет. Если нет, почему? То есть это постоянный сбор обратной связи от нанимающего менеджера. Понимаете, итеративно. Это я прекрасно понимаю, да. Но ошибки точно есть. Вот я уверен, что есть кандидаты, которые к нам не пришли по каким-то причинам, но по каким сейчас сложно сказать. Надо возвращаться. И вот мне кажется, что в твоем кейсе было классно, что у вас была возможность все-таки посмотреть, сделать вот эту работу над ошибками рекрутера и дать обратную связь. Это значит, процесс построен, ну, правильно. Трудности выбора. Трудности выбора. То есть, предположим, у вас есть одна позиция техническая, у вас есть два кандидата. Вы их прособеседовали. Оба идеальные кандидаты. Ну, вот прям вот и решили задачу. И по софт-скиллам тоже подходят, идут ноздря в ноздрю. Как вы принимаете решения? Бывали ли вообще такие случаи в практике, что вот прям вот два человека, я понимаю, что в больших компаниях давайте возьмем обоих и пристроим куда-нибудь, работа найдется. Ну, вот, допустим, для небольших компаний, для небольших проектов внутри компании. Давайте возьмем обоих. Сейчас мы в том режиме, когда берем всех, берем всех. Давай я усложню задачу. Допустим, вам нужен там руководитель направления. Ну, очевидно, может быть только один. Да, абсолютно. Вот. Предположим, у нас два кандидата. Давай, да. Ну, я считаю, что можно провести еще одну итерацию собеседования и найти тот вопрос, по которому мы не сойдемся. Но на самом деле, смотрите, если мы говорим действительно про там инженерные позиции, то это и в больших компаниях, и в чуть менее больших компаниях, это достаточно потоковая история сейчас, и мы можем нанять двоих. Это так. Если же это какая-то эксклюзивная там менеджерская позиция, то кроме хардов и скиллов, на мой взгляд, здесь очень сильно работает, типа, свой-чужой. Вот, посмотрите глазки в глазки, там, по духу мы сходимся или нет. Расклад Таро? Ну, возможно, если актуально кому-то, да, там, расклад Таро. Ну, то есть, именно какая-то ментальная связь меня там и моего репорта, или кандидата, точнее, да, на должность моего репорта, это важная составляющая, и она точно не может быть одинаковой, типа, по трем характеристикам люди не могут быть одинаковыми, одинаковые харды, одинаковые скиллы, и они мне оба одинаково нравятся, а я нравлюсь им. Вот, поэтому, ну, кажется, что тут выбрать можно. А там, где нельзя, там, это, значит, потоковая история. Все понятно. Слушай, хорошая ответ, спасибо. Если есть два кандидата, менеджерская позиция, то есть мы не можем взять их двоих, и мы понимаем, что у них, что они оба подходят, то можно задать это как такой лайфхак, задать вопрос, а как кандидат видит, как ему эта позиция поможет в карьере. И здесь можно определить уровень мотивации одного и другого. Здесь можно принять решение, кто более замотивирован прийти на эту позицию, интегрироваться в компанию, чтобы, ну, идти по своему карьерному треку дальше. То есть, если у него есть видение, это наш человек. А если у него нет видения, возможно, у него он крутой эксперт, но без видения ему будет сложно. Vision, vision. Vision, vision, да. Все понятно. Ну, я здесь соглашусь со всеми коллегами. На самом деле, во-первых, не бывает идентичных всегда кандидатов, они все равно чем-то различаются. И здесь, мне кажется, важно определить критичность именно там себе как руководителя, что тебе нужно, если не смотреть на формальные признаки. Да, это может быть и мотивация, и там, не знаю, желание там быстрее вырасти еще что-то. Это просто нужно определить вот этот вот параметр, насколько тебе какая-то характеристика более важна. Понятно. Супер. Спасибо огромное. Сейчас будем потихонечку завершаться. У меня есть немножечко вопросов по поводу того, вот что бы вы порекомендовали нашим слушателям, потенциальным, вашим будущим коллегам, будущим подчиненным, как правильно готовиться к собеседованию? Нужно ли вообще готовиться? Или вот, грубо говоря, ты приходишь с тем багажом знаний, которое у тебя есть, или что-то почитать, что-то изучить? Вот Таненбаум, понятно. Что-нибудь, кроме еще, какие-то вот настольные книги для технических, как с точки зрения и IT, так и с точки зрения ИБ. Вот какой-то посыл, вот, месседж. Знаете, такой-то девиз, let me speak from my heart. Придерживайтесь его на интервью, если отдельно не была поставлена задача или какой-то рекомендации подготовить какой-то навык, или освежите его, например, да, то приходите на интервью и говорите, как есть. Да, не будьте открытыми. Если уже второе интервью, например, как это у Кирилла, да, он говорит, подготовься, проработай задачки, давай еще раз вернемся, то здесь требуется подготовка, и от ее степени, видимо, будет интервьюеры принимать какое-то решение. Здесь готовиться надо. Но в целом говорите от сердца. Я бы, наверное, с точки зрения подготовки такой, не технической. По технической понятно. Посмотри, какие требования к кандидату, и там, будь готов отвечать на вопросы. Если считаешь, что где-то слабый, ну, подсчитай про это, по этому направлению. Мне нравится, когда кандидат идет подготовленный с точки зрения компании, куда он идет, что он понимает и хоть что-то знает, и заранее поизучал про инфраструктуру компании, про то, как устроены процессы в этой компании. Благо там компании проводят в дни открытых дверей всякие лекции и рассказывают о себе, проводят мероприятия, связанные с наймом, где рассказывают о том, как это все работает. Поэтому найти информацию про крупную IT-компанию достаточно легко. И когда человек приходит и понимает, какие технологии у нас используются, какой стек, какие технические решения, возможно, мы используем, там, или может предложить, там, какую-то проблему заранее нашел, которая есть, и которую он бы хотел порешать, и знает, как порешать. Ну, типа, вот это очень дорогого стоит. Анна, может быть, есть какие-то рекомендации? Мне кажется, многие компании также заранее готовят кандидатов, да, предоставляют, там, не знаю, что ты можешь почитать перед интервью, там, какие-то технические моменты, там, не знаю, будь готов к проектированию, настроить то-то, то-то. Здесь я соглашусь, что важно почитать в целом о компании, понимать, куда ты идешь, потому что, ну, во-первых, это показывает твою мотивацию, ты реально понимаешь, ну, насколько это открыто в источниках, куда ты идешь. Там, не знаю, многие пишут про свои проекты, юниты, кластеры, то есть в целом вся эта информация, ну, у BigTech точно уже везде открыта, от карьерных сайтов, VC, хабры и всего угодно. Ну, и, наверное, одна из рекомендаций, особенно ближе к финалу, это подготовить вопросы, потому что, мне кажется, это тоже очень важно от того, что не все могут рассказать, да, там, понятно, что есть возможность позадавать вопросы своему руководителю будущему, да, либо, там, техническая команда, это поможет тебе побольше узнать и точно принять решение, что, да, там, не знаю, это мое, поспрашивать по задачке. И здесь лучше сделать заранее. А может быть, есть какие-то рекомендации, что почитать какие книги, не технически, ни в коем случае не технически, а, я не знаю, может быть, там, по психологии, по личному росту, например, типа, как правильно проходить собеседование, вести собеседование? Ну, кажется, нет. Ну, я советую всем, там, своим сотрудникам, начинающим и практикующим менеджерам, как базовую первую книжку, когда меня спрашивают, что почитать, я рекомендую, там, «45 татуировок менеджера». На мой взгляд, эта книжка достаточно много веселых и познавательных историй об управлении и о корпоративной жизни рассказывает. Вот она классная, я ее прочитал. Денис, я знаю, что ты в свое время много читал, вот, как раз, книг по, условно, вот, как, условно, там, стать лидером и всякие такие штуки. Прости, пожалуйста, если я что-то не так скажу. Но вот, может быть, у тебя есть какие-то рекомендации, да, именно по книгам, там, для подрастающих менеджеров, те, которые хотят стать менеджером, руководителем в технической компании? Я думаю, что лучше этот вопрос на нем подумать, потому что сейчас так я сходу не назову книжек. Менеджерам становятся только в практике, книжки там вряд ли помогут. Здесь, я думаю, нужно понимать вообще, чем занимается твой сотрудник. То есть, хардскил, он первичен. Поэтому, если у вас нет хардскила, не думайте ни о менеджменте, ни о лидерстве, думайте о том, как разобраться в предметной области. А второе, это будьте открытой с людьми. И вот эти два навыка, они уже могут быть интегрированы, как-то на них можно натянуть мудрость из книжек, но если их нет, то одними книжками не напасешься. Ну, что-нибудь да придумаем, какую-нибудь литературу, может быть, дадим в ссылочках к подкасту. Отлично, все хорошо. Тогда мы будем ждать от вас личные подборки по литературе. Это все мы закинем в описание. Ну что, друзья, огромное вам спасибо за замечательный эфир. Давайте еще раз я представлю наших гостей. Сегодня с нами была Анна Панова, руководитель подбора направления продукта и разработки Авито. Денис Макрушин, технический директор МТС РЭД. И Кирилл Мякишев, директор по информационной безопасности Озон. А с вами был я, Владимир Дащенко, эксперт по кибербезопасности Касперский ССЕРТ. Не забывайте, пожалуйста, задавать вопросы под этим видео. Мы дарим замечательные подарки. В следующем выпуске вы узнаете, кто победил и что получил. И я думаю, что мы на этом с вами прощаемся. Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»